спасибо сразу хочу всех поприветствую здравствуйте уважаемые посетители расскажу вам про альтера для рабочих станций презентацию немного покажу непосредственно как он работает виртуалки и что самое важное пожалуй лучше нас никто об этом не расскажет какие есть особенности и в чем конкретно отличие чтобы не рецепты других дистрибутивов не обескураживали когда вы их применяете найти соответственно я наверное пожалуй отключу свою говорящую голову потому что мне постоянно будет смотреть на презентации и так далее если кому-то надо можете писать в чат весь хотите я могу включить видео итак собственно моя презентация мы по ней пройдем так а для тех кто не знает какие преимущества у дистрибутивов linux и зачем они нужны когда везде кругом windows иногда встречается вкрапления мака и совсем уже экзотических систем типа хайклос и прочего мы так свел в этот слайд системы компоненты системы как правило там не только наших дистрибутивов на других дистрибутивах являются свободно распространяемыми это значит что вы можете их использовать непосредственно изучать изменять и распространять изменения так называемые четыре свободы по столбам соответственно не обязательно там gpl используя но и другие свободные лицензии одним из свободы подобной является то что исходный текст всех компонентов системы полностью открыт в нашей системе это проявляется полностью потому что любой человек может все дистрибутив соответственно делаться на базе репозитория в репозиториях весь исходный код открыт в наших репозиториях большой набор свободного прикладного по и системного в отличие от windows обновления всей системы осуществляется и затрагивает не только саму операционную систему не только базовые компоненты но и все установленные компоненты то есть данном случае если у вас стоит офисный пакет он обновится у вас также как и браузер получается что из репозиторий вы получаете обновление для всего и соответственно поддерживать его в актуальном состоянии дистрибутивы linux обладает устойчивость к вирусным атакам нельзя сказать что под них нет вирусов вирусы есть существует но их там можно пересчитать по пальцам одной нет двух рук а при этом для того чтобы запустить нужно обладать достаточно сложной квалификации и повышенная безопасность связана с тем что изначально linux разрабатывалась как многопользовательская операционная система и поэтому разграничение прав доступа есть и достаточно жесткие так что и соответственно так архитектура linux придумана что непосредственно вирусные а вирус под ней и атаки всевозможные по большей части лечится оперативного обновления значит что касается особенности наших дистрибутивов в отличие от других дистрибутивов linux а у нас поддерживаются не только у нас поддерживается несколько графических средов в данном случае дальше будет написано что на чем основа наши дистрибутивы это не только одна среда все они обстримные то есть развиваются они международным сообществом следовательно при каких-то сложностях они продолжат разве там которые у нас могут возникли они все равно продолжат развиваться и мы все равно и будут собирать новые версии обновлять у нас есть большой набор дистрибутивов рассчитаны для разных пользователей есть пользователи для есть дистрибутив для сертифицированных пользователей домашних пользователей для корпоративных пользователей чуть дальше я об этом подробнее расскажу есть полностью разработанный нами центр управления системой с графическим веб-интерфейсом под названием альтератор собственно на нем же и сделан программа установки нашего дистрибутива повышенное внимание в наших дистрибутивах уделяется безопасность об этом мы тоже поговорим поддерживаются несколько аппаратных платформ здесь нужно рассматривать не только наиболее популярным там x86 64 64 битные платформы но и 32 битные у нас дистрибутивы есть у нас будут выпускаться дистрибутивы и под эльбрус и под ар 64 это сейчас нового поколения армов 64 битных арм в 8 некоторые называют и собственно основа для всех наших решений это большой репозиторий с дополнительным программ обеспечения что касается вопросов совместимости потому что этот вопрос наиболее часто всех волнует те кто раньше использовал другие операционные системы они сразу садился на альт это работа в гетерогенной среде который позволяет прав плавно перейти на отечественную систему в частности мы предлагаем решение связанных с контроллером доменов на актив директоре на базе альта вот и собственно вход в эти директоре который уже используется в организациях у нас большой опыт для того чтобы обеспечивать и документировать совместимость со многими государственными информационными системами и сайтами госуслугами госзакупками и прочим совместимость большим набором отечественного программ обеспечения это касается средств защиты информации и прочим и и един набор дистрибутивы для всех аппаратных платформ то есть мы выпускаем допустим дистрибутивы альт образования этот альт образования в качестве примера есть и для intel а 64-битного и для intel 32 битного в качестве поддержки хочется обратить внимание что обновление дистрибутива входит в стоимость лицензии то есть как только вы покупаете дистрибутивы в отличие от red hat например вы не покупаете определенное обновление за определенный срок вы можете обновлять репозиторий доступны всем и вы можете без проблем его обновлять сколько вам сколько будет быть существовать эти репозитории и техническая поддержка которую мы оказываем от компании разработчиков на всех этап проекта импортозамещения от на стандирование до пилота внедрение миграции поддержка эксплуатации непосредственно собственно виды дистрибутив для рабочих станций у нас следующие alt рабочая станция и alt рабочая станция к фактически они называются alt рабочая станция просто префикс к говорит о том что там используется среда к беде дальше вы на скриншоте это увидите а эти дистрибутивы предназначены для корпоративных пользователей alt образование предназначено также дистрибутив для рабочих станций но в образовательных сукон в образовательном учреждении alt 8 sp предназначен это наш сертифицированное решение сертифицированного в стеке и simply linux это решение для домашних пользователей соответственно скриншоты alt рабочая станция на базе матем здесь увидите ссылка которая непосредственно указан на наш сайт рекомендуется для обычных корпоративных рабочих станций возможно не самых мощных матем не очень требовательны к ресурсам дистрибутив что важно включен в единый реестр российских программ под номер 1292 alt рабочая станция как видите отличается по внешнему виду потому что здесь используется рабочая среда не мате как в альт рабочей станции обычной но где пятый собственно для него есть отдельная страничка рекомендуется для мощных корпоративных рабочих станций когда я сам все более требовательны к рабочим ресурсам но как вы видите больше похож на операционную систему windows также фактически он включен по тем же самым номером единый реестр российских программ отличается он для того чтобы их между друг другом отличать только литерой к альт образование самое интересное это третья рабочая среда которую мы поддерживаем это xvcm соответственно страничка которая у нас на сайте есть рекомендуется для образовательных учреждений от дошкольных до вузов собственно ребрыник раньше он назывался alt linux школьный сейчас альт образования уже там восьмой версии называется 9 будет также называться для того чтобы все учреждения образования дошкольных до вузов таким образом объять что важно он мы его готовили для того чтобы он понсуру соответствовал распоряжению зубкова аж от 2007 года номер 1447 и этот дистрибутив включен в виде на реестр российских программ под номер 1912 alt 8 sp это тоже маты но с немного другими уже обоими что важно этот дистрибутив сертифик имеет друг в принципе он написан на нашем сайте боизайтеру однако имеет и свой собственный сайт этот дистрибутив сертифицирован в австеке сертифика действительно 10 августа 2023 года является операционной системой типа 4 класса защиты и дистрибутив также включен в единый реестр российских программ simply linux ну здесь он тоже на xoce сделан для того чтобы максимально быть простым предназначен для российских для домашних пользователей прежде всего в принципе он может использовать любой любые люди в том числе в организациях так как он не требует приобретения лицензии все предыдущие дистрибутивы alt рабочая станция alt 8 sp alt образование они для использования юридическими лицами требует приобретения лицензии но при этом он не входит в единый реестр российских программ документации в меню собственно вы можете всегда в наших дистрибутивах найти в документацию по дистрибутиву первый пункт от руководства пользователя но есть и в онлайне и есть в составе самих дистрибутивах в меню если вы перейдете в систему о системе вы увидите вот такой окошко который показывает документацию онлайн собственно наше руководство все выложены на docs alt linux.org книги на букс alt linux.org и у нас есть достаточно большая вики куда размещается все наши материалы иногда они неофициальные это alt linux.org.org означает что это ресурсы сообщества и они не только компанией наполняются но и людьми из сообщества которые непосредственно к нашей компании базальта не имеют каких-то не имеет ограничений на на распространение техническая поддержка она у нас бывает официальная зависит от приобретаемого уровня техподдержки так небольшое отклонение да здесь задают всевозможные вопросы я бы очень просил вопросы задавать поставки закончу презентацию потому что я непосредственно туда сразу смотреть не могу а потом мы вам ответим на все ваши вопросы записи вебинара будет тогда значит соответственно у нас уровень техподдержки бывает трёх видов первых два уровня первые уровни соответственно непосредственно конечных пользователей поддержка вторую это поддержка администраторов и службы техподдержки непосредственно компаний. Она осуществляется нашим партнером компанией АЛП. Вы видите непосредственно урлы и адрес имейл, к которым можно обращаться. Поддержка сообщества, то есть в принципе наши люди сидят во всех этих указанных на всех указанных площадках и вы можете и от них получить поддержку, и от них можете получить поддержку от просто людей, которые так или иначе входят в сообщество в так называемом комьюнити. Соответственно, здесь не гарантируют какой-нибудь свой, хотя мы всегда помогаем. Варианты установки наших дистрибутивов это запуск установки с USB-флэш, который вы можете записать по инструкции, которая здесь написана, или DVD. Обращаю внимание, что все-таки лучше использовать инструкцию потому что те инструкции, которые годятся для Федоры или Убонту, они у нас могут не сработать, и вы получите не запускаемую флешку. Запускной в CD опять же можно записать его или получить записанную флешку и установку с этой сети, и установку с этой сети, в которой можно пройти и запустить массовую установку в своей организации. Как я уже говорил, в этой рабочей станции используются рабочие столы МАТЭ, а эта рабочая станция КДИ-5, образование КСЦЕ, можно поставить дополнительно КДИ-5, при установке, и по умолчанию будет сразу КДИ-5 тогда запускаться. Альт-8СП МАТЭ используется Simply Linux и КСЦЕ. Значит, офисные приложения. Ну, я подозреваю, что большинство знает, что аналогом Microsoft Office под Linux является LibreOffice. Вот, в экране приведен. Сразу хочется сказать, что мы следим за последними версиями и собираем в стабильные бранчи последние версии LibreOffice Steel, так называемые, то есть это LibreOffice для корпоративных пользователей. В ZIFI у нас собирается обычный LibreOffice, тот, который Fresh называется на сайте. При этом с девятой платформы будет, которая готовится к выпуску достаточно скоро, будет уйти оба варианта, как сейчас с Firefox у нас осуществляется, то есть собирается по возможности новая версия Firefox, которая так и называется Firefox, и собирается новая версия ESR-ной версии, то есть длительной поддержки Firefox ESR, то же самое будет с LibreOffice или LibreOffice Steel. Поддержатся российские офисные пакеты MyOffice, R7Office, при этом как бы и те, которые вот сейчас новые, там Alt-Office появился, но официально их пока еще не проверяли у себя и протокола поддержки пока еще не подписано, а с этим вот подписано. Для работы в интернете есть Mozilla, Firefox и Chromium, которые располагаются в дистрибутивах и в репозитории. Chromium это свободная сборка Google Chrome, которую мы можем поместить в дистрибутивах Google Chrome в дистрибутив и в репозиториях поместить не можем хвалить с внеземным ограничением. Поддерживается Яндекс. Браузер, не смотря на то, что бы эта версия, и спутник браузер, есть в реестре минковом связи. Более того, спутник браузер предлагает даже для обновления прописать репозиторий и если установить пакет, спутник браузер приинстал, этот репозиторий появится, после этого, как только они выпускают новую версию, он появляется и обновляется, как и все остальные пакеты в репозитории. Поддерживается установка Google Chrome и есть на диске Mozilla Thunderbird в репозитории Evolution есть, как наиболее похожий на Microsoft Outlook клиент, почтовые клиенты. Соответственно, там же поддержатся всевозможные клиенты для торрента, качалок, FTP и прочее. В качестве просмотра Multimedia мы предлагаем VLC, хотя есть другие просмотры можно организовать. Важно, что под Linux не нужно доустанавливать кодеки, потому что все необходимое есть в коробке. Для работы с графикой, звуком и видео есть популярный Rastor Redactor Jim, векторный редактор Inkscape, звуковой редактор Audacity, видеоредактор KDN Live и 3D-редактор Blender. CAD-системы я рассматривать не буду, хотя их можно поставить из репозитори и QCAD и FreeCAD. Когда я говорил, что у нас есть собственный центр управления системой Alterator, вот на скриншоте проведен его и поставить в виде графического графической программы на Куте написанной, которую вы можете использовать для настройки операционной системы по правами рута. В качестве установки и удаления программы мы рекомендуем Synaptic. Есть, правда, у него определенная особенность. Эта программа не обновляет систему, нормально, не обновляет систему, хотя поставить приложение можно. В девятой платформе мы уже будем предлагать Gnome Software, пока я про него говорить не буду, потому что мы обсуждаем вышедшие пока дистрибутивы. Что касается периферии, сам дистрибутив содержит драйвера для тысяч моделей, если FumaticDB посмотрите, там 5000 моделей просто описано, и принтеров, и флоскандеров это все идет в составе дистрибутива. Устанавливать нужно в тех редких случаях, когда драйвер требуется непосредственно с официального сайта и свободные не работают или работают криво или есть другие причины, допустим, какие-то фичи Epson не поддерживаются. Если нет свободных драйверов, как правило, драйвера есть на сайте производителя. Наиболее дружелюбные к Linux производители Hewlett-Packard, который вообще размещает Hupolip, который мы включаем у себя достаточно скачать прошивку Epson, Samsung, другие тоже выкладывают, но допустим, с Canon есть проблемы с работоспособностью их драйверов, хотя у нас на Alt-Rinux 40 есть инструкция по ним. А вообще не имеет поддержки Minux около 5% моделей. Откуда взялась цифра 5% моделей? Просто когда мы работали с очень крупным внедрением в EGR ZAGS, мы они сами проанализировали, что у них используется там из 36 моделей используется наиболее ходовые 85, мы проанализировали и только 3 модели не было. Так вообще из будней техподдержки мы вынесли такую цифру. Это те модели, которые не поддерживаются и производитель вообще не предоставил драйверов. Вот с такими мы рекомендуем или использовать отдельно выделенную машину с Windows на борту, расшаривать эти принтеры по сети и на них печатать или сканировать в сеть там как по почте отправляется или на самовую шару, а уже с нее забирать. Ресурсы по поддержке периферии в Linux общеизвестные это OpenPrinting.org которые содержат наиболее плотную большую базу по поддержке тех или иных принтеров и Сэмпроджектор который содержит базу по поддержке тех или иных сканеров в корпоративной сети поддерживается идентификация работы с ресурсами Active Directory групповые политики которые вы привыкли практически не поддерживаются но работы нами непосредственно ведутся нашими разработчиками и уже какие-то результаты достигнуты поддерживается массовая установка по сети как я уже говорил и ссылка приводил и реализован централизованного управления с помощью общеизвестных там и популярных средств Паббит или Ansible в качестве резервного копирования в наших дистрибутивах мы рекомендуем использовать Бакулу которую в том числе и позволяет и Windows резервный копирование осуществлять и Linux и резервная копия данных пользователей всей системы опять же средствами Бакул осуществляется непосредственно из альтератора в части безопасности мы оперативно закрываем уязвимости потому что и сразу же публикуем их в репозиториях которые как я уже говорил свободно доступны обновляем все программное обеспечение это особенности общих репозитори Linux запуск в альте только явно указанных служб если вы поставите какой-нибудь пакет который содержит службу она автоматически не запускается для этого нужно там систем ctl enable сделать или сервис cshk config там служба он почему потому что чтобы установлен пакет не настроенный не начал светиться в сети и запрет подключения в сети по умолчанию допустим для баз данных по сквежке и майсквеле для того чтобы они по сети начали общаться и чтобы нельзя было заломать они доступны только локально через Unix сокет изоляция запускаемых служб у нас через механизм чрут в части в частности у нас и пинг зачрут чрут это сделано для того чтобы по сети работающие службы через злоумышленник если проник через эту службу он не мог по файловой системе проникнуть дальше потому что в чруте работает только служба и видит его как всю файловую систему только вот этот собственно песочницу этот чрут что нужно помнить в дистрибутивах прежде всего повышение привилегий в терминале в других дистрибутивах принято использовать SU без минуса у нас это принято у нас это нужно обязательно использовать SU с минусом давайте я вам сразу пожалуй покажу наш дистрибутив так вот собственно наш установленная альтрабочая станция 82 показывать процедуру установки если что мы потом можем сделать просто отдельный вебинар посвященный установке потому что вопрос достаточно большой значит я когда готов презентацию очень хотел вообще отказаться от терминала но как выяснилось для того чтобы показать некоторые особенности альта и рассмотреть те рецепты которые вы будете встречать на просторах интернета чтобы сразу не обескураживало поведение неработоспособности этих рецептов выделенных откуда-то на сайтах с интернета я покажу прежде всего в терминале значит есть у нас такая команда ну допустим лдконфиг когда мы говорим сумм и указываем пароль вы привилегии получите но идете команда не найдена просто напишет выйдем он получится минусом программа тогда работает то есть чем это вызвано это вызвано тем что у нас по соображениям безопасности а вот этот минус а указывает на то, что когда вы переключаетесь под рута, нужно взять непосредственно все его переменные окружения, в том числе и переменные path. То есть, если мы сделаем... Они будут прописаны sbin и user sbin, в которых располагаются такие важные переменные. Без них они не видны, не будут. Нужно указывать их явно, user sbin, ldconfig. Вернемся дальше к презентациям. Следующее. По умолчанию суд не настроен во всех дистрибутивах, кроме Simple Linux. Это связано с тем, что мы не знаем, как вы будете использовать суд, и поэтому не знаем, какие приложения вы будете запускать через Sudo. И поэтому мы решили не открывать вообще никаких приложений, в отличие от других дистрибутивов, где все приложения для пользователей, входящих в разрешенные группы, открыты для того, чтобы избежать, чтобы лишние приложения не запускались. Безусловно, суды через SudoGers, ETC SudoGers, вы можете настроить после установки. И обновление системы в терминале. У нас используется апт поверх РПМа. Работают все команды аптгет, но при этом аптгет апгрейд работает не так, как вы привыкли в деби. Он, скорее всего, обновит только часть пакетов, что приведет к конфликтам и, возможно, неработоспособности. Поэтому обновлять нужно через аптгет апдейт, аптгет диск апгрейд. Собственно, когда мы уже получили привилегии с помощью РУТа, можно, конечно, попробовать одно и через синаптик, но он дистопгрейд не отрабатывает. У нас появится репозиторий по 8 на FTPI Sling 40. Вы можете изменить репозиторий в том же синаптике, если хотите графику использовать, или вручную через аптрепа, или etc.appsources.lyst.d, яндекс.допустим.лист. Версия выпущена 8.2, когда она выпускалась очень давно. Вы можете теперь посмотреть. Соответственно, я сейчас обновил индексы команды апдет апдейт. и теперь покажу. С момента выпуска дистрибутива в декабре 2017 года 395 пакетов будет обновлено, там 85.8 установлено, 9 заменено и 2 пакета удалено. Обратите внимание, если вы увидите, что удалено там у вас слишком много пакетов, лучше отменить, там нажать Ctrl-C или N и при этом не обновлять систему. Собственно, всю процедуру я вам показывать не буду, пожалуй. И видео сюда. В общем, это все, что я вам хотел вкратце рассказать в рамках презентации. Если у вас какие-то вопросы будут и непосредственно там связаны... Я свернусь сейчас, просто переведу. Вот. Так, онлайн-репозиторию... Давайте я сразу по личному опросу. Значит... Ох ты ж, сколько можно? Давайте по порядку. Значит, полноценная онлайн-репозитория для ПВМ Эльбрус появится тогда, когда все права МЦСТ, МЦСТ откроют все свои программы, чтобы можно было их скачать. Мы, соответственно, связаны с соглашением с МЦСТ, и поэтому даем репозиторий на носителях только тем людям, которые заключили договор о распространении, ну, соответственно, непосредственно с МЦСТ. тем людям мы с удовольствием даем репозиторий, и они могут оттуда обновляться. Все зависит сейчас от компании МЦСТ. Как только они откроют репозиторий, мы с удовольствием откроем все наши наработки. А платформа 9... Мне сложно говорить про сроки, потому что я много раз во всяких социальных сетях говорил, что вот-вот мы выпустим там, и в 2018 году об этом говорю, в конце, и в первом-втором квартале 2019 года. Что сейчас есть? Собственно, платформа как таковая, P9, она сейчас есть, просто официально не анонсирована. А мы анонсируем ее тогда, когда будет отлажена процедура обновления. Вот сейчас мы дистапгрейд сделали, вот чтобы можно было с P8 сразу перейти на P9. Такая возможность есть. Не нужно делать никаких дистапгрейдов, ну, кстати, дуо-релиз апгрейд, которые привыкли там в других дистрибутивах. Соответственно, по этим всем, как только у нас это будет готово, мы напишем официальный анонс, и появится на сайте. А технически, еще раз повторю, репозиторий P9 есть. Более того, есть вот сейчас обновится система P8. Там наверняка будет... Вот она сейчас, все программы скачаны, и она начала устанавливаться. А сам репозиторий, собственно говоря, есть. Можно узнать Windows-приложение. Я думаю, по Вайну лучше сделать отдельный вебинар, потому что там есть некоторые процедуры. У нас по соображению безопасности клики, ну, в экзешнике отключены. Но если поставить там, соответственно, программу Вайн, там приложение, сеть. Соответственно, эти приложения будут устанавливаться и работать. Большая часть пакетов ставится, работает у грандоконсультанта и прочее. Так как их версии под Linux-нативных нет, мы эти версии проверяем под Вайном. Соответственно, Вайна у нас достаточно оперативно обновляется. Думаю, что по Вайну имеет смысл выпшить ваше пожелание. Мы, соответственно, сделаем вебинары по определенным моментам. Почему за 16 лет разработки мы не создали хотя бы свою графическую оболочку? Попросите, а зачем нам тратить ресурсы на графические оболочки, поддерживать их и мириться с глюками, которые не могут возникнуть? Если мы собираем последние версии КГЕ, МАТ, Эйкс, ФЦЕ, у нас есть одном третье, в принципе, желающие могут одном третье поставить и цинамон. А другое дело, что это потребовало бы ресурсов, которые в России, в общем-то, не так их много. Мы решили, что наши ресурсы лучше тратить на интероперабельность. В частности, мы дорабатываем сам ВДС, в том числе и с обстримом. Мы смотрим на те внедрения, те решения, которые есть сейчас, и работаем с разработчиками других программ. Поэтому мы считаем, что создавать свою графическую оболочку нецелесообразно. В чем выбрали в качестве рабочего стола, МАТ и не цинамон? Ну, прежде всего, потому что цинамон все-таки восьмой платформе, по крайней мере, был на ГТК-3, который тогда устраивал свистопляски с темами, и поэтому до сих пор МАТ более стабильна, чем цинамон. Хотя в девятой платформе МАТ переведен на ГТК-3, но ГТК-3 уже стал более-менее приличным. Цинамон у нас есть, но у нас, ну, как бы мы, МАТ более ожидаемый, более стабильный в части ожидаемых глюков, которые могут возникнуть. Вот. Цинамон у нас собирается, но не настолько мы на нем грабля втоптали. Планируется включение офисного приложения OnleOffice. Вот когда мы его соберем, а собирать его достаточно проблематично, тогда, может быть, и включим. Такие планы есть, но пока мы этим не занимались. Alt-8 SP сервер, он, как и Alt-8 SP рабочая станция, тоже платный, то есть требует приобретения лицензии. Но я думаю, что буду рассказывать в следующем вебинаре, который у нас здесь все будет хорошо состоится через неделю. Соответственно, я про серверную дистрибутию расскажу, в том числе про Alt-8 SP сервер. Астерикс есть в репе, да. Девятая версия Alt-8, как я уже говорил, она появится тогда, когда будет Pu-9. Про Pu-9 я уже говорил. Соответственно, Alt-рабочая станция 9, Alt-образование 9, они сейчас активно разрабатываются. Alt-server на подходе 9. Мы сейчас их отлаживаем. Альфа-версии, я думаю, в ближайшее время появятся. Почему? Потому что мы 9 платформу будем анонсировать вместе с выпуском альфа- или, скорее, бета-версий дистрибутивов. Чтобы нам не было стыдно, бета-версии мы немножко приближем и выложим. Если кто-то прошелся там, находится в нашей группе, в Вконтарке, он может увидеть скриншоты рабочего стола, Alt-образование 9, которые были выложены там буквально вчера. Корневой сертификат для чего? Есть корневой сертификат NSS для браузеров. Вы можете корневой сертификат через сей сертификат добавить. К сожалению, сей сертификат так сделал, что нужен для него добавлять вручную, так устроен в АйТЕ. Соответственно, корневой сертификат можно добавлять утилитами NSS, которые есть, и рецепты вполне подходят для Alt-Ате, которые используются для других дистрибутивов. При заведении в домен Active Directory после входа в локальную учебную запись появляется окно «Новый билет». Это ошибка? Нет, это не ошибка. Разработчик нашего вот этого CRB5 Ticket Watcher, который вы когда видели вот этот, список билетов, он видит и для локальных пользователей, если он видит, что система работает в домене, он предлагает им получить билет. В принципе, есть даже баг в нашем багзеле, багс Alt-Zenux.org, который говорит о том, чтобы раздражающий диалоговое окно это убрать. Но Мейтенни пока не хочет. Мы уважаем его мнение. Посмотрим, что будет. Может быть, вообще уберем CRB5 Ticket Watcher, и тогда никаких таких диалогов не будет. вот здесь возможна организация обучения вебинара. Непонятен вопрос. Вы хотите организовать сами или не хотите прослушать вебинар или курсы наши по разворачиванию виртуализации на базе ОСКВМ плюс OpenNable. Боже, ну у нас кроме OpenNable есть другие всякие интересные штуки. У нас PVE-менеджер есть, например. Вот, у нас есть OpenStake, у нас есть 18N Kubernetes. Ага, чтобы мы организовали. Ну, давайте подумаем, пока у нас такие, мы обсудим это у себя и поэтому скажем. Да, собственно, есть. Собственно, вы видите сейчас на рабочем столе, что обновление закончилось, вот сейчас выпускаются. Про какой рецепт со скриншота вы сейчас говорите? вот, обратите внимание, перестройка базы завершена, но курсор не возвращается, нужно просто нажать Enter, тогда возвратится. кстати, есть такая утилита небольшая АПТ-репо по добавлению, это аналог, это УРПМИ, Эдмедиа в Мандриве и Россия или АПТ-репозитория с ВУБУНТУ, ну, просто сами написали АПТ-репо. Вот он показывает, что у нас установлено три репозитория, прежде всего ФТП, обратите внимание, значит, для 64-битной системы у нас используется 64-битный репозиторий, АПТ-репо используют для ВАЙНа и НуАРЧ, то есть, вообще, по-хорошему, у нас два репозитория используются, это архитектурный и НуАРЧ сделано для того, чтобы НуАРЧ был одинаков для 32-битной АПТ-репозитория и X8664 платформы. если сейчас вот, это нашу те бранч, которые используются. Что? Девять не обновился. А, ну да, у нас, собственно говоря, еще наш отдел тестирования, не пропустил мой АПТ-репо для того, чтобы он попал в обновление. Поэтому здесь еще пока старые версии. Здесь должен появиться P8, P9, потому что P8 уже прописан. 1С и Postgres можно установить, если мы сейчас посмотрим АПТ-кэш. Буду работать с консоли, чтобы это было видно. можно посмотреть непосредственно, если хотите, можно посмотреть и синаптики. 1С крутится. Я уже говорил, у нас есть Viki, поэтому здесь станичка не поверите, Клиник 41С. И, собственно, здесь написано. клиент и прочее, там, Postgres, вы можете полностью эту страничку посмотреть. Что касается наличия Postgres по всему репозиторию, много. Вот, смотрите, видите, есть Postgres Q и есть 1С сервер. Это не установлен, но можно установить, и тогда у вас будет сервер с патчами для работы 1С. Проблема пользователя по умолчанию на компьютер с предусмотренной операционной системой. По умолчанию мы даем, давайте я просто покажу, как мы делаем обычно в параметрах администрирования. есть центр управления системой нашим. Он снова запрашивает пароль. И переходим в локальную учетную запись. Меня заведет здесь один пользователь, юзер. Соответственно, у него есть галочка «Автоматический вход в систему». Если я ее поставлю и нажму «Применить», соответственно, при входе через LIDEN вы войдете уже непосредственно под этого пользователя. А дальше достаточно сбросить пару жутков, чтобы у него были... Более сдох, я побуду немного Анны Шадеевой. Так, а у тебя так слышно, да? Ну вот, я думаю, что все до того, как этот... регулярные проблемы я уже рассказал. Вот, если у вас есть какие-нибудь вопросы, тогда спрашивайте еще. Я уже... Вопрос про Линсеть. А, а какие там могут быть проблемы без домена? Про 802.3 протокол, он поддерживается, можно поставить определенный пакетик и настроить аутентификацию нацистских. Звук квадратика им пишут. Вот, а так Microsoft использует те же самые протоколы DHCP, NTP, поэтому все это должно работать из коробки, что называется. Единственное, там вопросы связанные с аутентификацией, вот это как раз протокол 802.3. Я уж не помню, там какая литера стоит дальше. Литера. Вот. Вопросы какие-нибудь еще есть? Терминальный сервер для Linux. Замечательный вопрос. Собственно, мы рекомендуем использовать, ну, точнее, я рекомендую использовать XRDP, опять же, страничка на Linux.org про XRDP есть. Это сервер remote по протоколу RDP, который используется в Индии, поэтому можно использовать терминальные серверы непосредственно по протоколу RDP, то, что называется удаленный помощник. Кроме этого, у нас поддерживается протокол X2.go, можно сделать сервер на терминалах X2.go, в сеансах, которые там делаются. XPRA у нас есть, но вот я, честно говоря, с ней не работал и предлагать не могу. Есть NXLips, который используется в X2.go, и можно организовать, соответственно, терминальные серверы VNC, VNC.go, не очень хороший вариант, потому что в VNC там нельзя пробросить USB-шное устройство и прочее. И еще один очень весьма жизнеспособный вариант по протоколу SPICE. Здесь, соответственно, три постаси есть. Первый, это вы можете организовать на базе PVE-менеджер, собственно, виртуалки, пробрасывать по SPICE-у, и люди будут ходить, как у них работает десктоп, то есть видеть даже процедуру загрузки операционной системы. Второй вариант, это использовать непосредственно сервер SPICE-а на системе. Опять же, на страничке alt-linux.org slash SPICE это все описано. И третий вариант, вы можете установить себе пакет X11 SPICE и использовать его в качестве удаленного помощника, запустить, соответственно, из меню X11 SPICE, и другой оператор, допустим, технической поддержки, может к вашему сеансу присоединиться, перехватить у вас клавиатуру и мышь, и непосредственно вам помочь на вашем компьютере. Запуск термина сервера с 1S на alt-сервер. Да, еще бы найти 1S-ников таких профессиональных, чтобы уж совсем без накладок быть. Вот, но мы подумаем. X11 SPICE без пробела, так вы правильно указали. я напишу сейчас страничку, на которой у нас все варианты использования SPICE. ну и так ну по вебинар по войну я думаю можно будет сделать вот смотрю что у нас есть люди которые собственно страничку altlinux.org 1s писал профессиональный франч который уже что называется собаку съел на общине с 1s и он же записал ролики по настройке 1s я думаю что мы как-нибудь это дело организуем единственное что я не могу сейчас назвать сроков то есть у нас получается из пожелания общественности кроме тех вебинаров которые мы уже запланировали это работа вайн и работа 1s злого есть проблемы и у меня у меня вот поэтому я его не очень рекомендую я думаю что мы посмотрим по поводу вот здесь вопрос по поводу протухания тикетов керберов которые получили из а.д. мы посмотрим что можно сделать с ренювом тикетов там ренюв срок сайт все-таки уйти секрет рб5 проверим просто на своих стендах у нас этим занимается целое подразделение в славном городе саратове я непосредственно после вебинара это передал а лучше если вы какие-то проблемы нашли вы можете написать в нашем там телеграммном канале во вконташке мы все это делать читаем на форуме форму альтлинук 40 вот или самый лучший вариант повешать в бакзиле на пакет соответственно зарегистрироваться повешать на бак сайт линук 40 непосредственно ошибку про виртуализацию кстати предлагают сделать вебинар можно сделать можно вот про ефи здесь писали проблемы иногда бывает так большая часть проблем с ефи связано с тем что прошивки для нее делают непрофессиональные сборщики непонятно кто потому что не официально допустим microsoft не делает прошивки вот эти люди прошивки от производителя к производителю могут отличаться кардинально у кого-то они работают просто как влитые у кого-то они работают очень плохо в частности мы часто сталкивались с тем что на моноблоках юлит паккарт весьма такая своеобразная прошивка ефи поэтому здесь безотносительно от оборудования от указания оборудования сложно быть что вот так вот ефи не у нас не работает потому что здесь зависит от непосредственно модели ноутбука и компьютера где ефи не работает любом случае можно поставить в режиме legacy и это будет работать но если естественно ваша система поддерживает legacy потому что сейчас уже появились компьютеры которые работают только в режиме ефи по крайней мере видео у них работать в режиме ефи дешевые приложения в терминалах сервера вам предоставят только x2 go может быть xpra но здесь я не очень знаю потому что мы его в продакшене особо не используем а spice и непосредственно xrdp они предоставляют общий экран ну как уже говорилось выше правильно замечали x2 go не всегда корректно работает вот хороший вопрос преимущество использования от linux как она может быть отечественными ядро собрано не в снг ядро как раз собрано в снг начнем с этого в конце начнем да но все-таки бинарные пакеты собраны на наших мощностях которые расположены в москве вот если речь идет про то что написано ядро ну здесь смотрите мы никому не запрещаем использовать свободное программное обеспечение вы можете его скачать из репозиторий можете скачать сборки сообщества использовать его без всяких ограничений и никто не говорит что это отечественное это свободное программное обеспечение но когда вы используете дистрибутивы которые имеют свою собственную лицензию и внесены в реестр под своими торговыми марками то странно говорить потому что речь идет исключительно про дистрибутивы как составные произведения юристы я думаю вполне поймут меня и владимир на прошлом вебинаре об этом говорил поэтому использовать альтлинукс вам решать вы можете его использовать или не использовать мы никого не неволим если у нас есть некоторые преимущества да они связаны в том числе с нахождением в реестр для использования в органы государственной власти в муниципалитетов в школах там и так далее кому это важном у нас есть сертифицированные решения которые можно использовать для построения спд вот и систем связанных с обработкой конфиденциальной информации у нас есть операционные системы сертифицированные в мин обороны которые можно использовать для того чтобы строить решение в министерстве обороны непосредственно но при этом как бы Мы четко говорим, что мы всегда оставались свободными, мы никогда не огораживали это и не запрещали использовать. И все, что есть в репозиториях, можно использовать свободно. О наших преимуществах я уже наверху написал. Они касаются в части безопасности, удобства и диверсификации. Если вы не хотите, вы можете использовать как другие дистрибутивы, так и собирать свои собственные дистрибутивы на базе наших свободных репозиторий. Другие устройства веб-камеры, ну в общем, собственно говоря, я с вами сейчас через веб-камеру и общаюсь. С веб-камерами, кстати, меньше всего проблем существует, потому что они работают по... Ну, этот протокол общедоступен и не имеет определенных вкладок. Вот гораздо хуже с особыми специализированными устройствами, например, цифровыми микроскопами, которые в московских школах. Там просто драйвера для них пока еще не написано. А с веб-камерами обычно проблем не бывает. Мы прошли сертификацию, хотя у нас есть проблемы, описанные пользователями выше. Вот я тут, кстати, не заметил, какие проблемы описаны пользователями выше. В общем, если речь идет про X2Go, то X2Go просто не попал. Более того, в стек, когда проверяют дистрибутив и сертифицируемые решения, он смотрит, насколько правильно и корректно реализованы средства защиты информации. Это не все пакеты. Это пакеты, которые реализуют дискрепционные мандатные модели, это аудит, это ограничения действий пользователя и прочее, прочее, прочее. В принципе, вы можете в RDF стека почитать, что и как проверяется. Соответственно, как только проверяется часть вот этих пакетов, дистрибутив признается сертифицированным. Это не значит, что все пакеты в этом дистрибутиве будут безукоризненно работать. Ошибки есть в любых пакетах, и именно поэтому мы иногда выпускаем обновления именно в пакетах, не связанных с закрытием уязвимостей. Хотя это тоже ошибки, которые позволяют пользователям этих ошибок избегать. Так что мы прошли сертификацию вполне по правилам. Не мы эти правила придумывали, но они вполне разумны. Есть еще какие-нибудь вопросы? Ванакрай мы закрыли, собственно, ядром. Нас спрашивают, закрыли уязвимостей ванакрай, милдаун. Но тот же спектр мы не можем закрыть, есть обход для нее в ядре, и некоторые вещи, связанные в том числе и в браузерах, допустим, в том же Firefox, которые затрудняют эксплуатацию этих уязвимостей. Но полностью они могут закрыть только выпуском новых процессоров Intel. Как вы знаете, там тоже находят новые уязвимости. Этот процесс, он постоянен. Есть чего-то, есть чего. Нет, вы знаете, работа с Эльбрусом у нас осуществляется, и репозиторий собран непосредственно на Эльбрусах, и в их кодовой базе, то есть без бинарной трансляции. Хотя через бинарную трансляцию начальник отдела, который этим занимается, мне показывал, в том числе и виндовые приложения, которые запускаются. Тот же, господи, терминальный клиент совсем забыл, Пути запускал. А так все остальное там совершенно нативное. Зачем покупать лицензию? Вы, собственно говоря, это, конечно, вопрос нашему отделу продаж, но покупая лицензию, таким образом вы получаете техподдержку, во-первых. Во-вторых, вы, собственно, когда у вас есть кто-то будет проверять, насколько у вас легально установлен софт в части импортозамещения, я не знаю, как это происходит, потому что никогда с этим проверяющим не сталкивался. Но у вас будут юридические основания использования этого программного обеспечения в вашей организации. И, следовательно, если кто-то скажет, что вы там, сколько у вас там операционных систем импортозамещено, вы скажете, ну, вот столько-то процентов. При этом у вас есть документ, который подтверждает приобретение лицензии. Тогда у проверяющих нет никаких претензий по поводу того, что вы используете. Если есть какие-то другие варианты, они, безусловно, имеют право на жизнь, но доказывать при этом будет достаточно сложно. Консультант Плюс работает, и локальная, и сетевая версия. Там есть некоторые вопросы, связанные с локами, потому что у них есть две сетевых версии, там файл серверный, по-моему, и более новая какая-то. Есть лок. Ну, в некоторых случаях возникают проблемы, но так Консультант Плюс работает, что называется, из коробки локальная версия, по крайней мере. Для дома лицензия совершенно не нужна. Лицензии наших дистрибутивов предполагают, что лицензия нужна только для юридических лиц. На словах это значит, что физические лица, то есть не юридические лица, физические лица, могут использовать без каких-либо ограничений. Вы можете сами поставить, кому угодно поставить. При этом вы не нарушаете лицензионный договор, который соглашаетесь при установке дистрибутива. Ну, пока больше вопросов нет. Если есть вопросы, задавайте. Да, любой дистрибутив, а Simply Linux, как я уже говорил, можно использовать и в организациях, при этом не приобретая лицензии. У него есть такое ограничение. Единственное ограничение в лицензионных договорах, связанных, которые физическим лицам накладываются, и там, по Simply Linux, да, это то, что ОЕМ, когда предустанавливает наши операционные системы, он должен с нами заключить соглашение. Но это касается только ОЕМ. Из дистрибутивов официальных, о которых я говорил, только Simply освобожден от приобретения лицензий для юридических лиц. Тема следующего вебинара, насколько я помню, серверные дистрибутивы. Да. Когда мы тогда организуем? Ну, хорошо, Анна скажет, когда мы организуем следующий семинар, вебинар точнее. Постер, Байзальт. Ну, я думаю, Анна ответит и на этот вопрос. Так, вот еще два вопроса просто, я пока отвечу на них. Если не ОЕМ, не могли бы выпустить дистрибутив, в котором будет собран весь необходимый свободный софт под ключ для госучреждений? Для этого нужно определить, какой именно набор софта нужен, подойдет для госучреждений. Он совершенно разный. По возможности мы, конечно же, из нашего многолетнего опыта предлагаем свободный софт, который подойдет там госучреждениям. Какой еще нужен софт, но это обсуждаемо. Это мы можем включить в девятую платформу, и он будет в девятой платформе непосредственно. Ну, то есть дистрибутив в девятой платформе. Пожалуйста, через все каналы мы доступны, давайте ваше предложение. Потому что мы не можем говорить за все госучреждения, если кто-то из госучреждений скажет, что вот нам вот это вот было бы крайне неплохо, мы рассмотрим этот вопрос. Список используемых приложений, поверьте, госучреждений дают крайне ограниченно. Некоторые даже могут забыть, что они используют Microsoft Outlook, когда у них запрашиваешь IT-ландшафт. Вот, тем более они не очень хорошо. Или там просмотр PDF, да, или браузеры. То есть, ну, госучреждения крайне неохотно делятся этой информацией. Если такая информация будет предоставлена именно в части свободного софта, рассмотрим, безусловно. По партнерству, я думаю, что лучше на sales, вот, это Владимир ответил, регистрироваться еще раз не надо. Анна в прошлый раз говорила о том, что достаточно той самой ссылки для того, чтобы, ну, она разошлет, то есть в один раз зарегистрироваться на вебинар, и вам будут идти информации в следующих вебинарах. Я думаю, что технических, и раз технических вопросов больше нет, то я поблагодарю всех, кто слушал меня в этот час. Спасибо большое за ваши вопросы и за ваше внимание. До свидания.